В двух словах, это программа, которую реализовывал департамент транспорта вместе с профильными коммунальными предприятиями. Это коммунальное предприятие Одесса, город Транс. В рамках этой программы мы приобретали кузова и на базе собственных вагонаремонтных мастерских собирали трамваи, которые сегодня на маршрутах городов. Я думаю, что все действительно их видели. В рамках этой программы также была приобретена дополнительная ремтехника. Ну и другие, скажем так, мероприятия, которые были направлены на две ключевые задачи города. Это развитие не только транспорта, но и транспортной инфраструктуры. Ну и в дальнейшем мы также будем делать, развивать такую же программу, но уже с 2019 по соответственно 2021 года. В рамках север-юга сегодня было принято решение о том, что город продолжает работать с Европейским банком реконструкции и развития и с Европейским медицинским банком. Сам проект предусматривает два, как я уже говорил, ключевых акцента. Первое – это приобретение нового подвижного состава, это уже будут многосекционные трамваи. И второе – это развитие, помимо приобретения транспорта, это развитие и улучшение транспортной инфраструктуры. Это в основном ремонт трамвайной колеи в районе, ну скажем так, в направлении поселка Котовск. Действительно было внесено изменения в законодательство и соответственно сегодня органам местного соуправления, в частности Департаменту транспорта, переданы полномочия по штрафу за нарушение правил дорожного движения в части стоянки остановки транспортного средства под запрещающими знаками. И второе – в случае инспектора имеют право штрафовать, если не оплачена парковка. Кроме того, есть также переданы функции по эвакуации транспортных средств. В настоящий момент действительно такие полномочия уже переданы и город взял первых двух инспекторов. Почему мы взяли пока двух инспекторов? Потому что параллельно мы сейчас вместе с полицией отрабатываем механизм, а именно мы получаем доступ к базе данных полиции, она называется «НИИС». Мы приобретаем планшеты для инспекторов, также самозанимаемся амуницией, обмундированием, приобретением материно-технических ценностей. То есть сегодня мы настраиваем работу таких инспекторов. Я рассчитываю, что мы в июле уже презентуем самих инспекторов и с удовольствием приглашаю все средства массовой информации на составление первого в истории Одессы штрафа за нарушение правил дорожного движения. Спасибо.